Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. В этом видео мы с вами поговорим, зачем нужно прототипирование мобильных приложений. Разберем, что такое прототип и поговорим о том, чем он вам будет полезен. Главное назначение прототипа – это отражение поведения функциональных кнопок, например, переходы, всплывающие сообщения и другие функции. По прототипу можно понять или представить работу полнофункционального приложения. Для чего разрабатывается прототип? Для того, чтобы вы могли увидеть приложение в действии и понять, насколько корректно разработчики понимают идею или же техническое задание. Прототип также нужен для того, чтобы вы могли оценить будущее приложение с точки зрения пользователя. Одно из важнейших качеств прототипа является то, что вы можете ответить себе на вопрос. Необходимо ли вносить сменения в существующий проект? На ранних этапах разработки прототипа это сделать легче всего. Если какие-то есть недостатки или необходимо добавить какой-то экран, вы можете без проблем на этапе разработки прототипа его дописать. Также прототип позволяет избежать дополнительных временных и финансовых затрат. Это значит, что при разработке прототипа вы можете поменять дизайн, упростить разработку и при этом сэкономить, если это допустимо. Если вы хотите разработать мобильное приложение, не разрабатывайте сразу большой проект, а лучше уделите время прототипу. Прототип позволит вам сэкономить время, нервы и финансовые средства. А также он вам подскажет и поможет разобраться в мельчайших деталях вашего будущего проекта. Если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!